Дудь ответил Ивангаю после обвинений в цензуре украинского мессенджа. Один из героев интервью Юрия Дудя, блогер Ивангай, ранее обвинил журналиста в том, что тот вырезал из беседы с ним главный мессендж, который касался его пострадавших от голодомора и НКВД родственников и конфликта с Украиной. Монтаж, которому прибегает команда журналиста Юрия Дудя при подготовке выпусков для его YouTube-канала, нужен для того, чтобы не измутить зрителя, сделать выпуск интересным и проявить уважение к герою интервью. Так Юрий Дудь ответил в Телеграм на обвинение блогера Ивана Рудского, Ивангая, обвинившего его в том, что при монтаже интервью с ним Дудь вырезал главный мессендж, который касался судьбы его прабабушки, пострадавшей от голодомора, и дедушки, который был жертвой репрессий со стороны НКВД. «Как правило, на монтаже выкидывается всё неинтересное. Иногда то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько не связано, что это очень сложно и понять, и просто слушать», – написал в ответ Дудь. По его словам, такой монтаж он оценивает как уважение и по отношению к зрителю, и по отношению к герою. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках. «Не до конца понимаешь, что хочешь сказать. Это нормально, тем более для человека с минимальным, о чём он сам говорит опытом публичных высказываний. И также нормально не брать это в итоговый монтаж», – считает Дудь. Однако, по его словам, в этот раз тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной. Поэтому он опубликовал 12-минутный кусок, где Ивангай рассуждает об аннексии Крыма, «Голодоморе и судьбе дедушки без цензур». Двухчасовое интервью с Иваном Рудским, более известным как Ивангай, вышло на ютуб-канале Дудя 18 марта. Спустя полтора месяца, 2 мая, Ивангай написал в Твиттер, что Дудь вырезал из их беседы главный месседж. «Моя прабабушка – жертва Голодомора, дедушка – жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией», – написал он.